Жерар де Пардье Франс Дорей Инесс Састре Жан-Марк Тибо Жюли Де Пардье Кристофер Томпсон Ролан Бланш Жорж Мустаки Элен Винсан Станислас Мирар Стефан Герен Тили При участии Гийома де Пардье Патрик Бушете в роли Башана Констанс Анжель Брешт в роли Рамина Данглар Мишлин Прель Жан-Клод Бриали Автор сценария диалогов Дидье Декуэн По мотивам одноименного романа Александра Дюма Композитор Брюно Куле Оператор Вилли Стасен Никого не пропускайте Вы все проверили? Ручаюсь, что все в порядке Продюсер Жан-Пиер Герен Пожалуйста, попробуйте Режиссер Жозе Даян Что тут происходит? Проезд закрыт, месье Здесь вместо казни и бульвар Везде перекрыт Разворачивайтесь Или поезжайте боковыми улицами Ждать долго придется? Нет, не думаю Фургон сосужденный Только что выехал из тюрьмы Субтитры делал Dima Говорят, она убила много детей Что были у матерей в животах Говорят, из-за нее умирали дети И Бог на земле ей мстит Она помешала стольким детям Матерям в глаза взглянуть И свет для нее навсегда погаснет Бог на земле ей мстит Никто не оплачет Джервезу Она была слишком плохой В аду ее место навечно Дьявол теперь будет с ней Дьявол теперь будет с ней Постранитесь Постранитесь Нам нельзя здесь оставаться Тут полно жандармов Как раз наоборот, приятель Они никогда не подумают Что двое сбежавших с каторги Настолько глупых Что находятся в таких местах Вон, посмотри на своего отца Никто не оплачет Джервезу Она была слишком плохой В аду ее место навечно Дьявол теперь будет с ней Я подложила вам три подушки, дедушка Так вы сможете сидеть прямо И смотреть в окно на небо Может быть, вам удастся увидеть Эту комету О которой все говорят Спасибо за него, мадемуазель Но месье Нуартье предпочитает Видеть рождение дня, я зарю Это напоминает ему Солнце Аустерлица Милое дитя, что вы здесь опять делаете? Сколько раз вам повторять Что юной девушке Не место возле больного Я помогала Бруа уложить месье Нуартье У него был тяжелый день Для него этот день не отличается от остальных Помилуйте, Лаиза Дедушка все слышит и понимает Спасибо, Бруа Мы должны поговорить с моим отцом Наверное, Валентине Надо тоже уйти Почему? Ведь это касается и я А вы, Бруа, смените, наконец, костюм Я сотни раз просил сменить эти лохмутя Которые вы упорно не снимаете Которые вызывают у всех раздражение Эти лохмутя, господин прокурор Видели все поля сражений в Европе А эти поля сражений сделали Францию более великой, чем когда-либо К тому же вы ничем не рискуете Мы с месье Нуартье никогда отсюда не выходим Дорогой отец, мы пришли сообщить вам приятную новость Скоро из Марселя к нам приедет мадам Сен-Неран Вы понимаете, что это значит? Мы сможем готовиться к свадьбе Валентины с лейтенантом Францем Депине Бруа, мой отец хочет нам что-то сказать Да Месье Нуартье против этого брака Мой друг Бруа выдумывает невесть, что Вы ошибаетесь, Лаиза У него есть свой способ разговаривать Правый глаз отвечает за гласные Одно моргание А, два моргания Е, три моргания И и так далее Левый глаз делает то же самое с согласными У вашего бедного отца просто нервный тик И еще месье говорит, что если свадьба состоится Он лишит мадемуазель Валентину наследства Что? Дорогой матьец Если он лишит ее наследства, все деньги будут ваши То есть наши, за неимением других наследников И все его состояние перейдет в женский приют святого Павла Он лишился рассудка Я всегда говорила, его надо поместить в дом душевнобольных Это его решение доказывает, что я была права Успокойтесь, Валентина Бедная девочка каждый день навещала его И в знак благодарности он лишает ее наследства Я попрошу доктора Авриндиа смотреть отца Пожалуй, его рассудок действительно начинает Месье говорит, что прекрасно знает, почему вы плачете мадемуазель И он сделает все, чтобы вы никогда не вышли замуж за Франца де Пене Вы выдадите ее замуж? Конечно Несмотря на угрозы вашего отца? Какие это угрозы? Мне безразлично, что он передает деньги бедному Я никогда не гонялся за деньгами, тем более не начну делать это сейчас Деньгами, дорогая Лайза, пусть занимается Данглар Да, знаю Вам интересна только слава Да нет, дорогая, нет славы Меня тоже не волнует слава Эта игрушка, она может удовлетворить только любителей погремушек Мурсерфа, например То, чем я обладаю, куда более пьянящее Это власть приговаривать к смерти или забвению в каменных застенках Что приблизительно одно и то же Мне довольна оставаться прокурором, то есть сохранять расположение короля Семья Деппене облеска к его величеству Так что Валентина выйдет замуж за Франца Деппене Со мной 17 сундуков, 11 корзин и 8 шляпных коробок Начинайте разгружать и не говорите, что вам тяжело Там всего лишь ткани, шелк, атлас Поднимите все это в мою комнату и пусть горничная поскорее достанет их и погладит Дорогой Вильфор, эти кучера дилижансов просто невыносимы Начиная с Марселя, они вели со мной непримиримую войну под предлогом, что у меня слишком много багажа Что за времена, с каких это пор кучера диктуют женщине, что она должна вести на свадьбу своей внучке Вы помните, как я была красива в день вашей свадьбы, был прекрасный день Разве? Мне казалось, что шел дождь Ведь вы так мне говорили, мой друг Конечно, шел дождь, проливной, потоп Но как мы все смеялись под этим дождем Господи, как мы смеялись Прошу меня извинить, надо дать распоряжение на кухне Ужин будет в 10 Ваша новая жена все такая же неприветливая Что значит новая? Не будем преувеличивать Мы с Лейзой уже много лет вместе Возможно, но я никогда к ней не привыкну Что вы в ней нашли? Не понимаю Боже мой, ну она... Вообще, мне кажется... Вы мямлите, это доказывает, что сделали ошибку, женившись на ней Я вам всегда это говорила, но у вас нет мужества признаться в этом Забудем вашу Мегеру А как мой ангел? Как Валентина? Валентина, с ней все в порядке, спасибо Нет, я имела в виду, как ладят Мегера и Валентина Прекрасно, мадам, прекрасно Значит, они ненавидят друг друга Ладно, оставим это, мой друг Это не имеет никакого значения, поскольку Валентина выходит замуж А следовательно, скоро покинет этот дом Лишь бы она была счастлива со своим Францем Дейпене Это моё единственное желание Моё тоже, мадам, и она будет счастлива Я всё для этого сделаю Надеюсь Иначе мой призрак будет приходить драть вам уши Лестница – не лучшее место для такого рода признаний Но знайте, что эта свадьба – последний праздник На котором я буду присутствовать Последняя же церемония, на которой я буду присутствовать, поверьте, не по своей воле Это мои похороны Почему вы так говорите? Потому что это правда Так что, Вилфор, я хочу, чтобы свадьба была красивой и пышной Чтобы она была великолепной и незабываемой Я хочу плакать Да, плакать Я так давно не плакала Точнее, со смерти Эллен Если вам понадобятся деньги, чтобы сделать свадьбу ещё великолепнее, скажите мне Договорились? Так что, когда граф Монтекристо попросил меня оказать ему услугу и встретиться с вами Я чуть не расцеловал ему руки Это не услуга, а вознаграждение Потому что, наконец, я вас увидел и могу поблагодарить Мне за что благодарить мой бой Вы мне ничем не обязаны Обязан, вы спасли моего отца от разорения и позора Увы, он умер слишком рано, чтобы лично выразить свою признательность Позвольте теперь сыну сделать это Одним словом, милорд Требуйте от меня чего угодно Что ж, молодой человек, сообщаю вам, что банк Томпсон Энд Френч Решил открыть новые финансовые рынки на Востоке А точнее, в Греции, в городе Янина В Янине? Да Это был один из самых важных портов для наших кораблей на пути в Индию К сожалению, несмотря на героическое сопротивление под командованием генерала Морсерфа Город попал в руки турок Я знаю, я спрашивал графа Морсерфа о его службе султану Янине Полная загадка Непонятно, как турки смогли захватить город Удивительно просто Говорят, султана Али Пашу предали? Предательство? Тем более, надо все выяснить перед тем, как открыть там наш филиал Не могу ли я, месье Моррель, встретиться с одним из ваших капитанов Которые заходили в порт Янины? Этого человека зовут Коклес Капитан Коклес Он 27 лет служил у Морреля А теперь живет в Фикане Что ж, поедем в Фикан? Хоть отдохнем от этих вонючих испарений, которые вынуждены здесь вдыхать Можно подумать, что мы на кладбище, где вскрыли все могилы Ты недалек от истины Это эликсир глубокого сна У того, кто его выпьет Он вызывает такое глубокое оцепенение, что его принимают за мертвеца Еще один из рецептов вашего аббата Фария? Да, но он не был уверен в правильности формулы Бедняга Он был так стар Ну что ж, проверим Я знаю один рецепт, о котором ваш Фария, судя по всему, никогда не говорил Это рецепт счастья Он никогда не удавался Это зависит от повара Мне кажется, что с мадам Ришарде вы могли бы быть счастливы С вашим состоянием вы могли бы вести чудесную жизнь Все плохое быстро бы забылось Я уже вижу, как мы с вами едем в Лондон Будапешт, Санкт-Петербург А может быть, даже в Америку Америку? Ты хочешь, чтобы океан отделял меня от правосудия? То, что вы называете правосудием, на самом деле не что иное, как месть Неужели ты думаешь, что мне нравится быть графом Монте-Кристо? Честно говоря, Бертучу, я бы постерегся быть его другом Это ужасный, безжалостный и холодный человек Но не я сам захотел стать им Мне достаточно было быть Эдмоном Дантесом Я не хотел ничего другого от жизни, поверь Но мне помешали Вильфор Марсер Данглар И даже это ничтожество Кадрус Который знал все и ничего не сказал Решив убить молодого моряка Которому ничего ни от кого не было нужно Они породили Мстителя Который пришел спросить с них долги Тем хуже для них Вели запрягать лошадей Через час мы выезжаем Продолжение следует... Продолжение следует... Морали всегда были ко мне добры, месье Как Отец, Царство Ему Небесное, так и Сын Я говорю это потому, что если бы у вас не прислал Максимилиан Я бы вам ничего не рассказал Да, но ваше молчание защищало виновного Я знаю, но я сам в этом деле повел себя не лучшим образом Не могу понять, как генерал, граф Марсерф Пер Франции Забудьте эти трескучие титулы Мурсерф Мурсерф, подлец, не имел их, когда служил в Янине Там его звали Фернаном Мондего И он был всего лишь подполковником Это султан Али Паша сделал его генералом А турки сделали богатым за его предательство Этот негодяй Мондего не только сдал туркам крепости Янина, но он еще и виновен в том, что вся семья Али Паши была вырезана Но у вас же там не было, капитан Коклес Я прибыл туда к концу событий, но главное Мне рассказал все свидетель Свидетель? Да, месье Гейде Дочь Али Паша Но вы только что сказали, что вся семья Али Паши была убита Все, кроме Гейде Турки сделали из нее то, что обычно делают с красивыми пленницами И ее продали в рабство В гарем Где ее превратили в кусок мяса для удовольствия Тогда Знаете что? Раз турки считают Гейде товаром Мы ее у них выкупим Невозможно Придется заплатить, по крайней мере, в 20 раз большую цену А ее цена тогда, ввиду ее положения, молодости и красоты, уже была значительной И помимо выкупа Надо ведь снарядить корабль, оплатить до экспедиции Это целое состояние, месье? Предположим, я найду вам человека, который сможет собрать такие деньги Несмотря на свой возраст, я немедленно отправлюсь сюда Мне холодно Однако совсем не холодно Иногда ты обвиняешь меня в том, что я не умею прощать Если бы ты слышал рассказ, как леса, ты бы тоже не простил Башан, вы здесь? Мне казалось, что журналистам слишком мало платят, чтобы они могли играть на бирже Я здесь не играю, а работаю, господин граф Мне поручено расспросить барона о его последних неудачах Неудача? У барона Данглара это невозможно И тем не менее, это так Очень странно, но в последнее время удача отвернулась от него И его состояние словно рухнуло в пропасть О чем вы говорите? Данглар блестящий финансист Он потерял 5 миллионов на рискованном вложении капитала в золотые прииски в Мексике А желая поправить дело, потерял примерно столько же на разведении Осетра в Санкт-Петербурге Похоже, вам это доставляет удовольствие У вас вид кота перед большой миской сливок Боже мой, граф, в наше время журналисты живут в основном за счет несчастья людей Тогда удачи вам Господин кот, скоро вам предстоит настоящее пиршество Янина Яни... как? Янина Но предупреждаю, эти сливки невероятно отвратительные От них даже тошнит Привидение В моей комнате было привидение Успокойтесь, бабушка, привидений не существует Это просто ветер колышет шторы Я не сумасшедшая, я знаю, что я видела Это было привидение, говорю тебе Привидение моего бедного мужа Которое пришло предупредить меня, что скоро и мне придется покинуть мир живых Что были за крики? Что случилось? Ничего, бабушке приснился дурной сон Ну, конечно, скажите сразу, что я истеричка Но кто, кроме привидения, осмелится войти в дом королевского прокурора? Все знают Мой дорогой Вильфор, что вы не боитесь живых, вы неприкосновенны Но мертвые, это другое дело Она не бредит Я выглянула в окно и увидела Умоляю вас Девушкам свойственна истерия Тем не менее Он хотел подать мне воды Если вы хотите пить, я вам приготовлю напиток Я не хочу никаких напитков, я не хочу спать Я хочу, чтобы поскорее расцвело И ускорить события Какие? Твою свадьбу, дорогая Я хочу увидеть тебя невестой до своей смерти Это невозможно Почему невозможно? Из-за того, что ничего не готово? Тем хуже Да, я хотела пышной свадьбы Нечто великолепное Ну да ладно Пусть твоя свадьба произойдет в тесном кругу Лишь бы она состоялась Нужны только нотариус для удостоверения подписей И кюре, который пробормочет несколько слов на латыни И дело сделано Не беспокойся, я оговорю в своем завещании Что я освобождаю вас всех от траура после моей смерти В этом случае ничего не сможет помешать тебе устроить праздник Как только меня предадут земле Почему ты плачешь? Ты не хочешь, чтобы я умерла? Не хочу И замуж тоже не хочу Не хочу Не хочу Да что это с вашей дочерью? Откуда мне знать? То, что мир врождается, еще не причина отказываться от традиций А у Сен-Мирана в традиции было устраивать прекрасные и благородные свадьбы Франзе Пене разве не прекрасная благородная партия? О такой партии можно только мечтать Тогда перестанем мечтать Сегодня вторник Скажем, не позднее субботы Наша милая Валентина станет баронессой де Пене И здесь совсем ничего не помню Валентина станет баронессой де Пене И здесь очень важно И это отбавая тритие Субботца Затква Один Один Романия Валентина Ваш билет, молодой человек. Купите сначала билет. Можно вас на минуту, мси Мураль? Не задерживайте меня. Меня там ждут. Это быстро. Вы не опоздаете на представление. Мне нет дела до представления. Я его видел 20 раз. Теперь прошу меня отпустить. У меня свидание с... Мадемуазель Вильфор, о ней я и хочу поговорить. Вы ее любите? Ваше какое дело? Мне нужно знать правду. Только правду. Отпустите меня, или я закричу? Кричите. Я скажу, что схватил вас за руку, когда вы хотели меня обворовать. Вы возразите, что это ложь, и нас обоих отведут в участок. Тогда ваше свидание наверняка не состоится. Прежде всего, отпустите меня. Ответ на ваш вопрос? Да, я люблю Валентина. Она? Она вас тоже любит, мси Мураль? О, да. Как вы можете ее любить? Вы знаете, кто ее отец? Прокурор Вильфор? Мало кто на свете столь безжалостен к людям, как прокурор Вильфор. Какое мне для этого дело? Для меня главная Валентина, а ее отец пусть катится к черту. Да, есть большая вероятность, что он к нему попадет. Нет, ты выслушаешь меня до конца. Ты любишь Валентину, потому что она кажется тебе красивой. Ведь так? Бедное дитя. Не доверяй внешности. Что священник может знать о красоте женщин? Я не всегда был священником. Но речь идет не обо мне. Мне важен ты. Ты уверен, что не сможешь любить никого, кроме Валентина Вильфор? Уверен? Ну что ж, тогда иди клей. Дамы и господа, поторопитесь, представление скоро начнется. Поторопитесь, мак не будет ждать. Поверь, Максимилиан, у меня нет никаких возможностей избежать этого брака. Я уже два дня плачу в своей комнате. Я обдумала всевозможные решения, но я несовершеннолетняя. И по закону... А если я скажу, что есть страна, где нет законов, или их совсем мало? Это Алжир. Это далеко. У дома Морали есть только один корабль, но, к счастью, он сейчас в Марселе, и заканчивается ремонт. Уже через неделю фараон может отправиться к Алжиру. Похищение? Ты об этом думаешь? Ты сошел с ума? Скажи «да». Нет, я говорю «нет». Это будет таким горем для отца и бабушки. Ты предпочитаешь, чтобы я был в отчаянии? Хорошо. Я знаю, что мне остается делать. Да, забыть меня. Выйдя отсюда, я пройдусь под арками Поля Роэля, где можно найти торговца оружием. Я куплю пистолет, заряжу его и сяду возле фонтана. Почему возле фонтана? Чтобы звук воды заглушил звук выстрела. Я умру, но никого не потревожу, даже голубей Поля Роэля. Хорошо. Что хорошо? Насчет пистолетов? Хорошо насчет фонтана? Хорошо, что я убью себя? Хорошо насчет Алжира. Это правда? Это правда, ты не передумаешь? Нет, а ты? Когда мы туда прибудем, ты женишься на мне? Нет. Как это нет? Нет, потому что мы не будем ждать Алжира. Как только мы покинем Марсель, нас поженит капитан Фараона. Вот что мы сделаем. Сегодня же вечером в 11 часов ты подойдешь к воротам, и я буду ждать тебя уже с коляской. Не бери никакого багажа, мы купим все, что надо по дороге. Болван. Какой же болван этот Максимилиан? Влюбился именно в ту, в которую было нельзя. Что такое в этой девушке? Что она ему так нравится? Тебе она тоже так нравится? Тебе она тоже кажется красивой? Конечно. Она бескурежуще пресна. Слишком светла. Слишком белая. Именно, граф. Ведь так выглядит сдобная булочка. Мадемуазель Валентина – сдобная булочка. Булочка. Мадам Рижардек, его превосходительство, графа Монте-Кристо. Вы собираетесь на Балмаскарад? Я могу вас сопровождать. Я так давно не гримировалась. Не подскажете, какой костюм мне придумать? Сдобную булочку, мадам. Сдобную булочку? Как оригинально. У вас всегда необычайные идеи. Я уже вижу на голове круглую озорную шапочку цвета поджаренного хлебца. А платье еще более объемное, чем шляпа, с пышными валанами, словно щечки булочки. Она зовет себя Камилой, а он зовет ее сдобной булочкой. Ее губы пахнут ванилью, он считает себя неприступным. Но вот они оказались в беседке. О, Боже, счастье совсем уже близко. Для капитана Коклеса, для его путешествия в Ленину. Ну что, настоящая пещера Алибабы? Там золото и драгоценности, девать некуда. Пойдем, нельзя здесь оставаться. Лучше дождемся ночи. Мадам, не следует приходить сюда без предупреждения. Если я вас потревожила, извините меня. Но как я могла вас потревожить? Насколько мне известно, вы не работаете. Я работаю. Над чем же? Над получением долгов, задолжавших мне людей. Я пришла без предупреждения только потому, месье, что скучала без вас. Я не видела вас 53 часа. 53 часа? Так вы их что, считаете? Я считаю даже минуты. А секунды? У меня нет для этого достаточно точного секундомера. Завтра я вам такой подарю. Погодите немного с подарками. Мне нужно ваше присутствие. Для чего? Скажем, для этого. Извините, если я сделаю это неловко, но я никогда не умела хорошо целоваться. Но вы ведь все знаете, вы научите меня этому. Песня не угола, мадам, от вас пахнет ванилью. А вы любите ваниль? Пожалуй, да. Но если вы не против, я бы хотел точно быть в этом уверенным. Одно только содержимое ящика в бюро в прихожей стоит того. Есть одна хитрость, как его открыть, но я подсмотрел, как он это делает. Видеть это одно, а проникнуть совсем другое. Это просто темнота, прочная лестница, хорошо заточенный алмаз, чтобы разрезать окно. А если нас застегнут на месте? Ну, знаешь, убийство. Ты бы осмелился. Если нас поймают, ты знаешь, что делают со сбежавшими из каторги? Эй, друг мой. Что? На колокольне Сен-Жермен пробило уже полночь. Я так понимаю, что мы уже час ждём. Ладно, я пойду узнаю. Ждите меня здесь. Подписывайтесь на мой канал. Умерла. Умерла. Не могу поверить в такое несчастье. К тому же такая ужасная смерть. Вы думаете, она мучилась? И боюсь, что жестоко. Достаточно посмотреть на её искажённое лицо. Мне кажется, яд, который унёс её жизнь, был неправильно дозирован. Отсюда эти невыносимые боли, непрекращающиеся удушья. Отравление? Мне кажется, ваше заключение слишком поспешно, в рене. Кто мог так её ненавидеть, чтобы... Я не говорю, что ей подсыпали яд. Нет, я вполне допускаю самоубийство. Но почему она это сделала? Особенно в её возрасте. Мой бедный друг, ужас отчаяния, нет возраста. Где комната, мадемуазель Валентины? На втором этаже, месье. На бедная барышня. Максимилиан Мораль, мадам, я друг. Спасибо, месье. Кто бы вы ни были, спасибо, что пришли так быстро. Мы не ждали визитов раньше завтрашнего утра. Но как вы узнали об этом несчастье, поразившем нас? Это её сдач? Да. Да, месье. Если хотите, можете ненадолго войти и предаться размышлениям у её тела. Но, предупреждаю, мы ещё не совершали обмывания. Я думал, что... Ты? Я так испугался, ты бы знала. У неё начались приступы в тот самый момент, когда я собиралась выходить. Я не могла бежать при таких обстоятельствах. Да, понимаю, ты правильно сделала, но... Ты не обидишься, если я подумаю сначала о нас двоих. Её смерть, конечно, трагична, но, возможно, это чудо. Чудо? Ты же сама говорила, что мадам Сен-Миран хотела ускорить твою свадьбу с Францем Депене. Она умерла, это печально, но теперь мы можем вздохнуть. Это чудесно, Валентина. Увы, Максимилиан. Перед смертью бабушка попросила, как свою последнюю волю, чтобы... Что? Что она попросила? Чтобы эта свадьба всё равно состоялась, и чтобы это произошло в день её похорон. Завтра, любовь моя, завтра я буду замужем. Нет. Да. Она говорила о каком-то долге, о чём-то, чем наша семья обязана семье Депене. И мой отец поклялся, а клятву у изголовья умирающей нарушать нельзя. Куда я засунул этот документ? Проклятые очки. Вот и так. Хотя нет, это завещание маркизов, это я. А это у нас что? Да. Купчин особняк Жизжор. Нет, это не имеет никакого отношения к нашему делу, но вы не беспокойтесь, я найду этот договор. Вы не можете требовать от меня подписать брачный договор в день похорон моей бабушки. Подписывать буду я, поскольку ты несовершеннолетняя, от тебя требуется только твоё присутствие. Наконец-то нашёл. Итак, если все готовы, мы можем начать. В присутствии мэтра Деляфоса, ниже подписавшегося нотариуса, здесь собрались, ввиду будущего брака между ними, месье Франц Альфонс Кристиан Депене, офицер королевской армии, холостяк, совершеннолетний, будущий супруг, выступающий от своего имени, и мадемуазель Валентина Жюли-Мария Вильфор, незамужняя, несовершеннолетняя, будущая супруга. И оговаривается, что приданная мадемуазель Вильфор будет составлять 50 тысяч золотых франков. Извините, месье, но разве речь шла не о 100 тысячах? Дорогой Франц, мы были бы рады быть более щедрыми, но только вот мой свёкор выкинул один из тех капризов, на которые способны только старики. Он лишил всех наследства, моего мужа, Валентину и меня. Так что мы хотим обеспечить своё будущее. Тем более, Франц, мы все знаем, что вы женитесь на Валентине не из-за денег. Нет, конечно, из-за любви. Глубоко, искренне и бескорыстной. Чтение настоящего договора происходило в присутствии обеих сторон, которые одобрили все его пункты. Договор подписан согласно закону мной, мэтром Жаком, Альфонсом Дрефосом, нотариусом, составлен в Париже 21 июля 1838 года. Будьте добры подписаться. Вы счастливы? Я – да. Если бы этот день не был омрачён похоронами мадам Сан-Меран, я бы сказал, что это самый прекрасный день в моей жизни. Валентина, вы ничего не скажете. Мне нечего сказать. Подождите, лейтенант, не подписывайте. Бруа, что на вас нашло? Прошу прощения у господина прокурора, но это месье Нортие. Он послал меня за лейтенантом Депине. Передайте отцу, что мы все засвидетельствуем его наше почтение, как только закончим эти формальности. Месье Нортие настаивает, чтобы это было сделано немедленно. Но он говорит, что речь идёт об особо важном деле. Это та картина, месье? Мы что, пришли сюда играть в художников? Здесь письмо. Должен ли я прочесть его вслух? Я должен передать его кому-то? Кому, месье? Месье Вельфор, ввиду признаний содержащихся в письме, я вынужден немедленно и навсегда разорвать фрагменты. Все отношения с вашей семьёй. Спасибо. Мэтр Делефо, спрошу вас оставить нас одних. И выбору, а то же выйдите. Что в этом письме? Франц Депене едва не женился на внучке человека, который убил его отца. Да, Элеза. Это признание, подписанное моим отцом до удара, в котором он признаётся, что он... Что он убийца? Нет. Не убийца, слава богу. Да, верно, мой отец убил генерала Кеннеля, барона Депене. Но это не было преступным действием в том смысле, как его трактует закон. Нет, это была дуэль. Честный поединок. Дуэль без свидетелей, что и объясняет тот факт, что полиция сочла, что Депене убили. Дуэль на шпагах, не так ли? Ночью, на берегу Сены. Поединок длился около часа, а потом шпаги сломались, и вы продолжали на пистолетах. Всё происходило именно так, не так ли? Теперь я должен сделать признание. Я это знал. Откуда вы могли знать? Двадцать лет назад в Марселе, в садстве анонимного письма, мне привели молодого человека. Это был юноша, которого арестовали в разгар праздника в честь его обручения. Я даже помню его имя, Эдмон Дантес. Дантес высаживался на остров Эльба, где адъютант Наполеона передал ему для вас письмо. В этом письме отец. Вам сообщили, что свергнутый император собирается бежать с острова Эльба, высадиться во Францию и вновь захватить власть. Вам предписывалось облегчить ему эту задачу, убрав любыми средствами одного из самых опасных противников Наполеона, барона Деппине. Да, да, знаю, вы никогда не видели этого письма. Чтобы защитить вас, спасти вас, я сжёг его, превратил в пепел. Но если письмо было уничтожено, как же ваш отец... Тем не менее, выполнил поручение, о котором он никогда не узнал. Да. Из-за своего внутреннего убеждения, что в любом случае нужно убрать Деппине. Не так ли? Мне тоже, Элейза. Всегда достаточно было внутреннего убеждения. Я никогда не нуждался в приказах, чтобы решить, что человек заслуживает смерти. А молодой моряк? Я распорядился отправить его навечно в самое надёжное место, в застенке замка Эльф. Только потому, что он был посланником? Как я мог быть уверенным, что он не знал содержания письма? Я выбирал между ним Эдсом. Но теперь вы выпустите его. Слишком поздно. Он пытался бежать и утонул. Какая несправедливость. Зато он уже никогда не придёт требовать объяснений у вашего отца. Салям алейкум, Хасан. Алейкум салям, господин. КОНЕЦ Не надо света, Хасан. Приведи немедленно Мухаммада быстрее. Нужно было дождаться середины ночи. Нет, середина ночи – это опасность полной луны. Слишком большой риск. Мы больше получим шантажеру твоего отца-прокурора. Он нам больше понадобится, если нас поймают. Я скажу ему, кто я, кто он, и он нам поможет. Давай, лезь. Лучше ты. Нет, я буду королить. Если кто появится, я буду ухать совой. Я не хуже тебя могу ухать совой. И к тому же я боюсь высоты. Если тебе страшно, как курица, я пущу кровь в тебе, как курица. Так что лезь. Я боюсь высоты. Лезь. Тихо, Мухаммад. Там в парке двое мужчин с лестницей. Они попытаются проникнуть в дом. Не бойся, господин, я не дам им этого сделать. Нет, нет, пусть они приходят. В парке два человека. Воры? Или убийцы. Если кто-то наконец узнал, кто я, у него есть все причины заставить меня навсегда замолчать. Или же донести на вас в полицию. Слишком опасно. В полиции я могу рассказать все, что знаю. А я слишком много знаю о подлых делах Данглара, Вильфора и особенно Марсерфа. Следи за первым этажом. Мне предупредить других слуг. Юный Хасан отлично умеет душить веревкой. Никаких движений. Надо сделать вид, что дом пуст. Наблюдай за парадной лестницей. Главное, не стреляй первым. Я хочу знать, кто они и кто их прислал. Вы уверены, что их всего двое? Вы уверены, что их не формирует. Вы уверены, что их не привезли, что все объявили. Вы уверены, что их не привезли, что их не выявили. Я не могу. КОНЕЦ Здесь наверняка на миллионы. На миллионы. Знаешь, Кадрус, ты меня очень разочаровал. Аббат Бузани, что вы здесь делаете? А ты, Кадрус? Я, ну, я господин Аббат. Как вы видите, я ищу... Ищешь? А что ты ищешь? Ну, средства на жизнь. Ренты, которые я тебе назначил, тебе недостаточно. Все так дорого, господин Аббат, для бедного человека без средств. Чтобы спать под крышей, есть что-нибудь горячее, иногда даже мыться. За все нужно платить в десять раз больше, иначе тебе угрожают, что донесут. К примеру, даже вы, господин Аббат, несмотря на то, что вы святой человек. Если я вас буду умолять отпустить меня, я знаю, что вы мне ответите. Хорошо, мой друг Кадрус, бери ноги в руки, но перед тем, купи мое молчание, чтобы я не сдал тебя жандармам. Вот, возьмите. Я отдаю вам все, что у меня есть, от чистого сердца. Это для ваших бедных. Ты готов продать отца и мать, Кадрус? Можно быть священником, не имея при этом желания стать мучеником. Помилуйте, пощадите, господин Аббат, я не хотел причинять вам зла. Конечно, нет. Убить человека не значит причинить ему зло, поскольку смерть приблизит его к Богу. Ты ведь так смотришь на вещи? Да, именно так, я думаю. А, прекрасно. Когда палач привяжет тебя к откидной доске, твоя голова окажется в круглом отверстии, как раз под лезвием, ты будешь чувствовать себя счастливым. Нет, только не это, нет. Как от тебя плохо пахнет. Это от страха? Ты так воняешь. Что такое? Ты наделал штаны? Ты хочешь поскорее уйти? Я правильно понимаю, Кадрус? Я могу уйти. Вы правда хотите, чтобы я ушел? Это Бог может хотеть или не хотеть. Согласен ли ты, чтобы тебя судил Бог? Если вы меня отпустите, господин Аббат, я сделаю все, что вы захотите. Договорились. Если Бог позволит тебе невредимым добраться до своей норы, это будет доказательством того, что Он простил тебя. Тогда и Аббат Бузани тебя простит. Подбирай. Нет, я же сказал, это для ваших бедняков. Бедняков? Но я никогда не найду человека беднее тебя. Подбирай. И исчезни. Ну что, нашел? Вот. Извини, папаша. Меня научили выживать, а не делиться. Позови скорее Мухаммада. Быстро. Не шага дальше, иначе я буду стрелять. Стой! Не убивайте меня, я сдаюсь. Сдаюсь. Не убивайте меня. Хорошо, Мухаммад. Оставь нас. Хирурга. Пошлите за хирургом. Ни один хирург тебе теперь не поможет. Тебе нужен священник, Кадрус. К черту всех, Кюре. Я не верю в вашего Бога. Почему? Почему ты не веришь в Бога? Потому что он не существует. Если бы он существовал, мир был бы менее уродливым. Бедным воздавалось бы, а злые несли бы наказание. Помните, Аббат? Мы уже говорили с вами об этом. Вы говорили мне о Дантесе. Вы помните беднягу Дантеса? Умирает и думаешь об Эдмуне Дантесе? Да. Потому что он наказан, а те, кто его предали, сейчас богаты и в чести. Чушь. Все это ваш Бог. И Бог ваш несправедлив. Нет, Кадрус. Нет. Бог справедлив. Посмотри на меня. Я Эдмун Дантес. Он умер? Нет, он жив. Он здесь. Рядом с тобой. Он держит тебя за руку. Посмотри на меня, Кадрус. Я жив. Я жив. Эдмун Дантес. Вы Эдмун Дантес? Да. Но тогда, если вы Эдмун Дантес, тогда, 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 тогда что? Проходи. Он первый расплатился, но, возможно, он не был худшим из всех. Вы ведь были скованы одной цепью, да, Туссен? Свежи его бертучу. Руки за спиной очень крепко. А затем отведи его в полицию. А если меня спросят, что он взял? Скажи, что он сын своего отца. Если бы вы знали, кто мой отец, вы бы задрожали. Молодой человек, если бы вы знали, кто я, вы бы знали, что это ваш отец задрожит. Субтитры сделал Dантs. Крюшевренный. Крюшевренный. КОНЕЦ Браво! Браво! Браво, граф! Первое место. Поздравляю. КОНЕЦ Молодец, мой мальчик. КОНЕЦ Вы отлично гребли, месье. Спасибо, мадам, но эта победа немного несправедлива. Несправедлива? Дело в том, что я не совсем новичок в морском деле. Ну да, конечно. Ваше долгое путешествие на восток. Вам должно не доставать море. Мне многого чего не достает, мадам. Несмотря на ваше состояние, не верю. Вы можете купить себе все, о чем мечтаете. Я редко мечтаю. Мои ночи тяжелы. Какой вы странный человек. Вас послушать так можно подумать, что вы несчастный человек. У нас есть еще время покататься? Я ваше время. Я буду делать это весь мир. ПОЛОСОН Ваше время. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Какой странный вопрос. Странный? Вы хотите знать, люблю ли я моряков? Это так, чтобы поддержать разговор? Мне кажется, мы не знаем, о чем нам говорить. Как все знатные люди, которые мало знакомы друг с другом. В Париже это называется сдержанностью. Хотя, если бы мы обменялись здесь признаниями, нас никто не услышал бы. Вы хотите мне в чем-то признаться? Я? Нет. Нет. А вы Мсье? Я тоже нет, мадам. Что ж, никаких признаний. Я Мерседес Марсерф, и в моей жизни нет секретов. А вы граф Монте-Кристо, и в вашей жизни тоже нет тайн. Однако... Вы, как и я, имеете прошлое. У нас была молодость. Ваша была счастлива? До определенного момента. А ваша? До определенного дня. Это мадам Марсерф попросила графа покатать ее на лодке. Я тоже очень хотела этого. Это ненадолго. Миссия скоро вернется и покатает у вас тоже. Но я не хочу, чтобы он себя изнурял. И потом боюсь, что уже время позднее. Передайте ему, что я вернулась в Атио. А если я разрешу вам называть себя Мерседес? По крайней мере, когда мы наедине. Спасибо. Это очень красивое имя. Мне нравится произносить его. Мерседес. А мне, в свою очередь. Как вас называть? Как пожелаете. Тогда почему бы не Эмиль? Эмиль, давайте поплывем к солнцу. В тени холодно. Нет, нет. Решительно Эмиль мне не нравится. Попробуйте другое. Поскольку мы остановились на букве Э, почему бы не... Эдмон. Эдмон, пожалуйста, давайте поплывем к солнцу. Мы на солнце, Мерседес? Мы даже на ярком свете. Разве он не ослепляет? Да, сейчас да. Мне больно глазам. Вы должны знать, что я несчастлива. Мой муж... Мой муж не... Мы договорились не делать признаний. Выслушайте. Я никогда никому не могла открыться. И выбрали меня. Почему? Потому что вы в Париже проездом. В общем, вы не считаетесь. Вы облако. Послушайте, месье облако. Я любила другого мужчину. Я безумно его любила. И во время празднования нашего обручения он вдруг исчез при странных, неожиданных и драматических обстоятельствах. Исчезновения Мерседес не существует. Единственное настоящее исчезновение – это смерть. В остальных случаях нужно рыться, скрести, искать, надеяться. И тогда ты находишь. А как вы думали? Естественно, я пыталась узнать о нем. Но сам его отец сказал мне, что Эдмон умер. Его тоже звали Эдмон? Это совпадение. Но вы правы, я буду звать вас по-другому. Я не хочу, чтобы вы носили имя мертвого. Даже если это просто игра. Игра. Да, игра. Когда я был маленьким, я всегда боялся того момента, когда отец высовывался в окно и кричал, «Уже поздно, иди домой». Это всегда было примерно в это же время. Ваш отец был прав, призывая вас к порядку. Действительно, уже поздно. Очень поздно. Дедушка, это Максимилиан. Он хотел лично поблагодарить вас. Месье Норти. Я никогда не забуду, что вы для нас сделали. Могу представить, чего вам стоило выдержать взгляд Франца, когда он узнал правду. Отныне, если вы не против, мы оба будем заботиться о вас. Валентина и я. И Бруа. Я принёс месье совсем свежего лимонада, который мадемуазель Валентина только что для него приготовила. Вы не хотите пить, а я хочу. Сегодня такая жара. Можно подумать, что лето не хочет кончаться. С вашего разрешения, месье. Осторожно, Бруа. Опасно пить холодную воду в такую жару. Знаете, такой старый волк, как я, ничего уже не боится. Когда тебя чуть не поджарили в Москве и едва не заморозили в Березине, ты... О, Господи. Что с ним? Не знаю. Недомогание. Я позоваться. К счастью, у него доктор Авриньи. Но ты уходи, так будет лучше. Иди. Ну что вы, Авриньи, это всего лишь самые обычные лекарственные травы. Если их принимать по отдельности. Но некоторые соединения могут быть в высшей степени токсичны. И если ваша тёща... Дорогой мой, это из области романов. Трудно вообразить, что мадам Санмиран отравилась из-за того, что захотела играть в аптекаре любителя. Папа. Доктор Авриньи. Идите скорее. Скорее. Пульт слабый, почти не прощупывается. Их глаза уже закатились. Нужно, чтобы его вырвало. Мадемуазель Вильфор, бегите к ближайшему аптекарю и купить рвотное. Спросите самые сильные. Лимонад. Это случилось после лимонада, который я выпил. Как мне больно. Лимонад? Какой лимонад? Лимонад. Вон тот месье. Да, это лимонад. Это вы его приготовили? Нет, это... Это мадемуазель Валентина. Кажется, он мертв. Говорю вам, я туда не пойду. Еще как пойдешь. Нет, месье, я нанялся служить вам. В этом случае вы не имеете права заставлять меня работать на другого. Что это значит? Что я для вас? Какой-то товар? Раб? Которого вы можете одолжить, нанять, продать? Да, я одолживаю тебя Вильфором. Но ты продолжаешь оставаться у меня на службе. Вдали от вас? Да, рядом с Валентиной. Ты будешь служить мне, охраняя ее. Но это уже слишком. Я ничего не понимаю. Еще несколько дней назад вы хотели приготовить страшную смесь, мерзкий эликсир, потому что вы хотели, чтобы ее отец умер от горя. А теперь я должен охранять ее, как листалка, священный огонь. Вы уж определитесь, чего вам надо. Ты знаешь, что такое софизм? Нет, но из-за этого я не переживаю. Пример софизма. Сократ смертен. Все кошки смертны, значит, Сократ... Кошка. Да, очень смешно, даже изысканно, но совершенно глупо. Извините. Еще один софизм. Я люблю Максимилиана. Максимилиан любит Валентину. Следовательно, я люблю Валентину. А Валентина в опасности. Мне продолжать? Ладно, я понял. Вы хотите, чтобы я стал ее нянькой? Я буду ее нянькой. Еще повезло, что девушка хорошенькая. Что ж, а вот и твоя соска няня. При малейшем сомнении, при малейшем синдроме недомогания, ты дашь ей это выпить. Но почему вы решили, что Эвельфоры возьмут меня в управляющие? Я говорил с Элоизой. Все слуги уходят от них. Тебя ждут, как мессию. Вот, посмотри. Добрый вечер. Месье, меня пригласили управляющим. Тебя ждут с нетерпением. Входи и будь как у себя дома. Твоя еда на столе. Посвятите меня в дела. Поговоришь об этом завтра с хозяевами. А я ни на минуту больше не останусь в этом проклятом доме. Почему в проклятом? Как это в проклятом? Вам что, здесь плохо? За одну неделю два отравления. Один из них тоже слуга. Это не соответствует моим понятиям счастья. Это точно. Лучше предупредить, чем потом лечить. Продолжение следует... Вот отчёт об анализе лимонада, которым был отравлен Бороа. Простите. Весьма красноречиво. Отравление. Смесь экстракта дигиталиса и настоя цикуты. Безнадёжный случай. Здорово, доктор. Мой отец тоже пил этот ваш, так сказать, отравленный лимонад. Но с ней ничего не случилось. Действительно, я признаюсь, что меня это удивило. Но в связи с состоянием здоровья миссия Нвартье буквально нашпигован лекарствами. Я это знаю, потому что сам их ему прописывал. Они наверняка помешали действию яда, став в каком-то роде постоянным противоядием. Распорядитесь об эксгумации и аутопсии тела мадам Саннеран. Я уверен, что в её органах мы найдём следы цикуты и дигиталиса. Я не буду отдавать никаких распоряжений в рене. Вбейте это себе в голову. Понимаю, что правда ужасает вас. Это Валентина приготовила лимонад, который убил Бороа. Замолчите, доктор, вы бредите. Конечно, она не хотела убивать несчастного слугу. Нет, её целью был Нвартье. Но из-за трагической случайности Бороа выпил из стакана своего хозяина. Абсурд, аврине, абсурд. Валентина обожает своего дедушку. Разве он не лишил её наследства? Старческий маразм. И к тому же Валентине это было всё равно. Только с виду. Девушки очень хорошо умеют притворяться. Войдите. Я обертучий месье, ваш новый управляющий. Да, я знаю, жена мне сказала. Что вам нужно? Ничего, господин прокурор. Это господин прокурор меня вызвал? Неужели? Я что-то не припомню. Это правда? Вы сказали, что хотите канико? Сейчас понесу. Я выпью коньяк один, аврине. Я больше ничего не хочу делить с вами. Вы покинете этот дом и больше никогда не переступите его порога. Хорошо. Я только сказал вам, что думаю. Послушайте, Вильфор. Даже если вам это кажется несправедливым и жестоким, Валентина должна быть изолирована. Под видом рассудительной девушки скрывается одна из тех извращённых и неуравновешенных истерических натур, которые при малейшем противоречии впадают в худшие из безумий. Я не сплю уже много ночей. Я знаю не хуже вас, что ожидает Валентина, если вы сообщите о её преступлении. Нет. Вы этого не знаете. Вы никогда не видели, как отрубают голову. А я видел. Сотни голов. Я видел их вблизи. Видел их отвратительный ужас. Касался их кожи, мокрый от ледяного пота, от которого уже исходил сладковатый запах смерти. Я слышал, как стучат их зубы. Порой настолько сильно, что иногда они ломаются. И вы хотите, чтобы это я предуготовил своей дочери? Да это вы чудовище, если осмеливаетесь предложить мне такое. Возможно, мы сможем избежать худшего и добиться помещения в лечебнице? К сумасшедшим? Чтобы с ней обращались, как с бешеной собакой, держали связанные день и ночь? А теперь слушайте меня в рене. Если вы осмелитесь повторить хоть слово из этого, кому бы то ни было, я брошу вас в тюрьму. В тюрьму у меня? Под каким предлогом? Насчёт этого вы можете быть уверены. Я найду его. Я привык. Хорошо. Я буду молчать. Но мне вас жаль. Больше всего я боюсь за вас. Вы вполне можете быть следующей жертвой. Уходите. 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 Мой друг Я все слышала Она моя дочь Никто не причинит ей зла Никто Впрочем, она больше не выйдет из дома Я запер ее в комнате Вы правы Но я боюсь, ей не понравится, когда она узнает, что превратилась в пленницу Возможно, будет лучше, если она выместит свое недовольство на мне, чем на вас Где ключ? Под дверью ее комнаты Я пойду к ней Отдохните Я все возьму на себя Я все возьму на себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А теперь, дорогой граф, я могу, наконец, это отведать? Господи, как мне нравится этот ротик, который так вежливо произносит, дорогой граф Тогда как глаза умоляют Поцелуй меня, поцелуй меня Как повар А как целуются повара? Восхитительно Что ты здесь делаешь? Мне очень страшно Страшно? Но страха не существует Это иллюзия, как множество других вещей Возвращайся туда, откуда пришел Я не за себя боюсь, а за нее За Валентину Валентина? Какая Валентина? Валентина Вильфора А, это малышка Рассказывай Некий доктор Авриньо убежден, что это Валентина отравила Баруа и мадам Сан-Меран Он обнаружил, что в лимонаде, приготовленном Валентиной, который выпил Баруа, действительно находился яд Что за яд? Смесь цикуты и дигитала Проклятие Теперь, когда она удостоверилась в эффективности своей смеси Можешь быть уверен, что она на этом не остановится Какое несчастье Вы тоже думаете, что она виновата? Я думаю, что она в смертельной опасности, возвращаясь к Вильфорам Если надо, ляг перед дверью в комнату Валентины, никого не впускай Особенно Элоизу Я присоединюсь к тебе как можно скорее Как я могу незаметно войти? Я еще плохо знаю дом, он огромный и мрачный Возможно, можно проникнуть туда через крышу Через крышу Давай, иди Будешь меня поджидать А теперь беги Ты должен был быть уже рядом с Валентиной, беги У вас опять озабоченный вид, который мне совсем не нравится, месье Досадная помеха, но ничего особенного Хотя Хотя что? Хотя я очень надеялся оставить вас рядом со мной после нашего ужина, но... Оставьте меня Если бы вы знали, как мне холодно в моем старом доме Пожалуйста, я хочу остаться здесь с вами Рядом с вами, прижавшись к вам Будьте разумны, мадам Но почему? Потому что сегодня ночью у меня дела Отложите на завтра Завтра тоже будет ночь Невозможно, мадам Именно этой ночью меня ждут Кто вас ждет? Надеюсь, не женщина? Если смерть похожа на женщину, тогда да Бертуча Что ты здесь делаешь? Что я делаю? Я делаю то, что должны были делать вы Охраняю вашу Валентину Ты ее охраняешь? Как это? Что это значит? Она в опасности? Говори, Бертуча, говори Да нет, не волнуйтесь, вы так Теперь мы ее охраняем Но это ничего не значит Ты Бертуча, всего лишь Бертуча? Конечно Я не это хотел сказать Да нет, я сам это говорю Но успокойтесь, месье, потому что я не один Со мной еще этот человек Какой? Человек, которого, хотя он и мой хозяин Я скоро буду считать своим другом Однажды я скажу ему ты И обниму его Ладно, теперь за работу Ладно, теперь за работу Проснись Проснись, ради Бога Проснись, маленькое существо Проснись Ты мне нужна Ты мне нужна Проснись Проснись Ты мне нужна Молодец, Бертуча, молодец Проснись 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 Ты мне нужна Проснись Проснись Тихо. Осторожно. Спальня, мадемуазель Уильфур. Стрихо. Мадемуазель Вильфур. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тихо! Если вы закричите, мы пропали, и вы никогда больше не увидите Максимилиана. Какой вкус был в напитках, которые она вам дала? Какой вкус? Я не обратила внимания. Немного горьковатый. Прошу вас, будьте точнее. От этого зависит ваша жизнь. Приятный вкус. Вкус трав. Скорее, Бертуча, где флакон, который тебе дал? Флакон? О чём вы? Противоядие. Противоядие. Его больше нет. Мне приготовили ужин, у меня появилось подозрение, и я выпил весь флакон. Мне трудно дышать. Быстро в лабораторию. У меня есть ещё противоядие. В пробирке. Седьмая на полке. Живо! Мне очень холодно. Скорее. Вы что, уснули? Скорее, кучер. Вы меня слышите? Миссия Бертуча, это я, капитан Коклес. Поручение выполнено, миссия Бертуча. Несмотря на поздний час, будьте добры сообщить графу Монте-Кристо, что... Хорошо. Очень хорошо. Но позже. Миссия Бертуча? Миссия Бертуча? Миссия Бертуча. А где кучер? Он не захотел ждать. О, боже. Пойдёмте. Нам надо скорее ехать. Скорее, скорее. Пойдёмте. Шаги, кто-то сюда идёт. Боже, нет, это вопрос, секунду. Слава Богу, моё противоядие действует быстрее яда. Но оставались считанные секунды. Слава Богу, она спасена. Только временно. Можешь быть уверен, что мадам Вильфор сделает ещё одну попытку. Когда она увидит, что сегодняшний яд не подействовал, она может приготовить нам другой, формулу которого я не знаю. А значит, и не будет противоядия. Простите, меграф. Я хочу знать, какое мне будет наказание. Я совершил ужасный промах. Из-за меня она чуть не... Я тоже не безупречен, Бертучо. Граф, наконец-то вы. Но клянусь, я ничего не понимаю. Что за ночь? Что за ночь? Сначала мы простаивали у вашего дома, а потом нас повезли неизвестно куда. Поверьте капитану Коклесу, даже турки не такие взбалмошные, как ваш месье Вертучо. Господи, Гайде. Если бы вы знали, где я её разыскал и в каком жалком состоянии она была. Я знаю, капитан Коклес. Могу угадать, что она перенесла. Нет. Я сам поведу. Я задыхаюсь. Мне нужен свежий воздух. Это мой день. Это мой день. Это мой день. Я решила. Спасибо. Добро пожаловать, мадам. Я граф Монте-Кристо. А я ваша рабыня, поскольку вы меня перекупили. Я вас не перекупил, я вас освободил. Вы были пленницей, а я ненавижу тюрьмы. Я знаю, месье, я должна была вернуться в Эдюэ, но мне было любопытно узнать, что вы называете свиданием со смертью. С виду ваша смерть очень красива. Эта женщина многое выстрадала. Страдающие молодые женщины и составляют ваш тайный сад? Камила Ришарде. Тоже много страдала. Вдова после всего двух лет замужества. И представьте себе, я имела неосторожность влюбиться в человека, которого считала мужчиной, но который оказался совой или летучей мышью. В общем, одним из тех существ, которые по ночам куда-то спешат и никогда не ночуют в мягкой постели. Спасибо за слово влюбиться, мадам. Об остальном поговорим потом. Вы, наверное, очень устали. Мухаммед приготовит вам комнату. Принцессе Гайдэ не лучше ли было бы остановиться в гостинице? Никто не должен знать, что мы ее разыскали и что она в Париже. Я требую полного молчания, как ради ее безопасности, так и ради своих планов. Поскольку вы хорошо знаете этот дом, мадам, надеюсь, вы постараетесь, чтобы у нее все было. Спасибо, капитан Коклес. Вы также просили меня достать вам некоторые документы. Вот они. Что такое, Башан? Придите в себя. Я прошу вас написать серьезную статью. «Виктория. Первый итог первого года правления». То, что вы написали, это не политическая статья, это признание в любви. Дело в том, что ее 19 лет, миленькая круглая личико и застенчивая улыбка делают королева Англии просто очаровательной. Месье Башан. Очень срочно. Спасибо. Пусть королева Англии еще подрастет. У меня в руках настоящая бомба. Вот, прочтите. Месье. Пусть королева Англии еще подрастет. Месье. Будем надеяться, иначе я потеряю свою газету. В любом случае, в первое время будем осторожны. Подпалим фитиль, но бомбу пока не взорвем. Вы уже прикинули, какой будет заголовок? Нам пишут из Янины. Слава Богу, месье, что вы никогда не стрелялись на дуэли. По крайней мере, со мной. Пуля в сердце. Какое здесь наказание? Наказание, достойное этого слова, должно продолжаться долго. Вы когда-нибудь промахивались? Никогда. Тогда научите меня. Запишитесь к учителю стрельбы. Следующее занятие в субботу. У меня нет времени. Прошу вас, вы спасли мне жизнь и время, и не дайте мне потерять ее в Париже. Альбер, что случилось? У меня серьезное дело. Дуэль. Дуэль? Меня оскорбили. И кто оскорбитель? Башан. Башан, журналист? Мне казалось, что вы друзья. Больше нет. Вот, прочтите. Третья страница внизу. Нам пишут из Янины. Ну и где оскорбление? Как это где оскорбление? В этой статье делается намек, что некий Фернан, французский офицер, служивший в Греции, виновен в вероломстве, предав султана Али Пашу и отдав его на растерзание турков, его и его семью. И подпись Башан. Некий Фернан. Ладно, но как это вас касается? Моего отца зовут Фернан. Мой дорогой, сотни людей только в Париже носят имя Фернан. Это заурядное имя в наше время. Если слово «заурядное» кажется вам обидным, скажем, что это модное имя. Но он служил в Греции и под знаменем султана Янины. Право же. Намек на моего отца более чем прозрачен. Допустим. Но тем не менее, эта статья касается чести вашего отца. Так что не вам надо ее отстаивать, а графу Марсерфу. Слава Богу, отец ничего не знает об этой гнусной клевете. Он никогда не читает «Вестник». Он считает, что она продалась его политическим врагам. Что бы вы делали, если бы оскорбили вашего отца? Моего отца? Он испытал худшее, чем оскорбление. Его заставили умереть от горя. И вы не пытались отомстить за него? Пытался. Вот видите. Как оскорбленный, я имею право на выбор оружия. Я хороший фехтовальщик. Тогда как Бошан ни разу не держал шпаги в руках. Но зато он умеет стрелять. В память нашей прежней дружбы, не желая, чтобы это стало убийством, я выбрал пистолет. Но стрелять я совсем не умею. В общем, вы заменили убийство на самоубийство. Если только вы не научите меня стрелять. Я отказался. Сделать из Альбера меткого стрелка – это все равно, что самому целиться в грудь Бошана. Этот бедный парень опубликовал статью, поверив документы, которые я сам ему передал. В таком случае Альберт тоже не виноват. С каких это пор дети должны платить за ошибки родителей? Если так рассуждать, то наша Валентина? Если мне удастся заставить Фернана Марсерфа выдать себя, то его сына не будет причин стреляться. По крайней мере, я надеюсь. А вот что касается Валентины. Элоиза постоянно кружится вокруг нее. Постоянно предлагает ей то кофе, то оранжат, то наливку. Я все время слежу за ней. Но, к несчастью, существуют ночи, а время от времени нужно спать. Кстати, насчет сна. Возможно, есть средства сделать Валентину недосягаемой для мачехи. Ты помнишь ту игрушку, которую заставил принять эликсир, после которого спящий больше, походит на мертвеца? Мне эта идея совсем не нравится. Мне тоже, но это единственное решение. А пока возвращайся скорее к нашей подопечной. Увидимся здесь завтра в 10. Фильм озвучен по заказу Линии Другой кино. Субтитры создавал DimaTorzok Линии Другой кино. 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 Субтитры создавал DimaTorzok